так привет девчата всем здравствуйте только нам сегодня подключиться к прямому эфиру так а мы тут пока усадимся немножечко так ну сколько нас уже у нас уже целая компания и так здравствуйте девчонки сегодня у нас четверг два часа дня и мы как обычно встречаемся с вами на нашей страничке до школы эми в контакте и делаем с вами быстрые дизайны были несколько эфиров предпоследний мы рисовали от руки то цветочки московые то цветочки с обводкой а сегодня в нашем задании стоят дизайны с помощью которые мы будем выполнять с помощью новых гель-лаков которые появились у компании ими совсем-совсем вот недавно буквально не знаю недельку недельку назад значит я должна вам показать прекраснейшие интересные цвета знаете когда увидела эти цвета значит подумала знаете как бы это все хорошее это там забытая старая да там как говорят значит такая красота всем привет да всем привет а сейчас вот так вот положил вот так вот у нас сегодня будет с вами такой знаете мастер-класс обзор обзор новых гель-лаков цветной цветные гель-лаки кошачий глаз от компании эми были у нас и раньше такого плана гель-лаки да и во многих других фирмах выпускаются такие гель-лаки на самом деле вот но вот решили немножечко пополнить линейку линейку гель-лаков да и как бы для любителей тем более что сейчас вот лето актуально открытые ноги педикюр красивые яркие ноготочки на ногах и как раз таки вот есть любители есть клиенты которые любят покрывать вот именно такие красивые там ноготочки чтобы переливались особенно на море там под цвет поры его купальников вот ну и на руках тоже я например не любитель там допустим блестящих до каких-то гель-лаков у меня уже на руках 17 лет черный френч считаю что это самый красивый дизайн но мне немножечко так прям вдохновили эти гель-лаки и я это самое ну как бы подвязалась под эту тему и сделала несколько вариантов гель-лаков простите дизайнов из этих гель-лаков а вот значит ну вот нас уже тут даже уже побольше собралось и так сегодня четверг мы начинаем прямой эфир вконтакте страничка эми да новые материалы ими с вами сегодня в течение этого часа буду я наталья каклюгина город ростов-на-дону я инструктор из города ростова-на-дону школы екатерина николаевна мирошничанка и так вышли новые гель-лаки кошачий глаз значит и я хочу вам показать пару-тройку вариантов дизайнов и попытаюсь задействовать максимальное количество гель-лаков которые как бы присутствуют сегодня на моем столе значит ну нам нужен будет конечно же для работы магнит магнитик вы знаете я нашла его валялся прям у меня там вообще я думала боже я наверное магнит не найду уже сто лет назад как-то так раньше много дизайнов делали с кошачьим глазом а сейчас как-то так вот даже салфеточка протру вот такой вот у меня и прикольно вот эта штучка кругленькая очень важную роль нам сегодня сыграет мне понравился кругленький магнит так прямоугольный магнит так и я пока вот это уберу с экрана и что я сделала я просто хочу ну показать вам да да как бы мне очень понравился я не буду все выкрашивать сделала предварительно черную подложечку направление просто тип сопрозрачная поэтому черную подложечку сделала гель-лак номер 30 черный глянец и конечно же сейчас ну хотя бы так что представление иметь да еще мы сегодня будем работать значит перед новым годом выходила коллекция таких зимних гель-лаков и там было два цвета таких красивых темно-темно-синий и серебряный и многие мастера которые работали с этой новогодней коллекции гель-лаков обратили внимание на то что эти гель-лаки сейчас вот под руками у меня нет хотела думал сейчас покажу не нету не буду искать бегать чтобы время не терять обратили внимание что они с таким шиммером причем магнитным шиммером этот шиммер как бы работает именно очень красиво в паре с магнитом да но тут не исключение поэтому тут все как бы понятно красивый блик красивый синий цвет и это на черной подложечки но давайте какой-нибудь сделаем например там один какой-нибудь из розовых оттенков давайте возьмем 300 435 и точно так же сделаем красиво и непринужденно значит 6 оттенков красненький розовенький такой претензия на сиреневенький все красиво все предсказуемо это понятно и так девчат ну конечно же не будем как бы долго на это время тратить вот значит единственное что хочу сказать что хочу сказать значит ну словами красивыми да которыми рекламируют эти гель-лаки я вам точно так же сейчас попытаюсь это красиво озвучить и так значит гель-лаки с эффектом кошачий глаз вышли в компании ими да мы сейчас и попытаемся даже сложить да по номерам чтобы было понятно 344 345 так с какого номера начинать 433 так сейчас мы его найдем вот так вот вот 433 434 435 36 37 зелененький будет и 38 такой красивый желто золотой такой прям яркий яркий вот таким вот образом мы их сейчас положим так будет на экране видно и так сегодня наш эфир будет посвящен кошачьему глазу я даже попыталась вот тут вот и типсинки покрыла чтобы было понятно да эффект вот такой красивый блестящий и вот мы именно из-за тигель-лаков сделаем несколько вариантов дизайна и так значит девчат значит 6 выразительных оттенков гель-лаков с шиммером и эффектом кошачий глаз благодаря плотным цветам и магнитному шиммеру они подойдут как для создания однотонного покрытия ну конечно же и для создания дизайна в сочетании с другими материалами я сегодня делаю дизайн и другие материалы не использую а нет почему же исполнил использовала технику стемпинг конечно технику стемпинг и эту технику могут использовать ну как бы девчонки делать абсолютно мне кажется уже 99 процентов мастеров один процент который не делать просто не пробовали если попробует я считаю что эта техника вообще всех времен и народов теперь вот каждый оттенок имеет конечно же великолепный отлив который смотрится невероятно эффектно на ногтях любой длины и формы а при помощи магнита можно создать и уникальный рисунок что хочется сказать этой красивой фразой то что можно эти гель-лаки конечно же без магнита оставить на поверхности ногтевой пластины но точно так же красивый этот эффект кошачьего глаза конечно же придает магнит и высокопигментированная формула обеспечивает стабильные цвета на протяжении всего периода носки а благодаря отдельной вязкости гель-лак быстро самовыравнивается и сохнет в лампе ну и конечно же упаковка шикарная кисточка овальная удобно под гель-лак под кутикулу хорошенечко до заводить вот максимально близко к кутикуле и боковым валиком и так девчат они не собраны в набор они просто продаются поштучно вот ну я считаю что как бы этот эффект знакомим всем мастерам знаком всем мастерам ну а мы с вами попробуем все-таки немножечко покрутить повертите порисовать этими гель-лаком и так значит ну я предлагаю сделать конечно же темную подложечку да так мы сейчас девчат секунду прикрепить типсик это делать на отдельных типсиков вот так использую здравствуйте здравствуйте вандер так и и и типсик типсик это тут рядышком в кустах у меня тут есть так ну я предлагаю начать конечно же с темной подложки это конечно же будет гель-лак номер 30 здравствуйте продолжают с нами девчонки знакомиться наша тема сегодня в моем задании стоит дать сделать дизайны с помощью новых гель-лаков с эффектом кошачьего глаза сделаем основу то есть получается на подготовленную поверхность то есть много точек с моделированный базы или на запиленный поверхность искусственного ноготочка наносим с вами черный гель-лак но так как мне нужно времечко подождать чтобы он высох поэтому я сейчас подготовлю еще одну такую же типсинку и тоже с черным гель-лаком пару вариантов вообще хотела сделать три разных варианта чтобы было понятно что можно прямо на ходу что-нибудь придумать с этими гель-лаками так давайте сделаем еще одну подложку итак использую черный глянец просто тонким слоем основу до возьмем черную так и аккуратненько аккуратненько так с краешку не видно из-под камеры сейчас девчат просушиваем ну и сделаю третий на всякий случай вдруг успеем да я думаю что успеем потому что на самом деле будут очень простые варианты дизайна будет все как бы окей так здравствуйте здравствуйте очень неудобно в перчатках но на самом деле спрятала потому что не успела сделать конечно коррекцию признаваться в этом очень стыдно и больно но ничего зато сегодня все жизнь наладится сделаем коррекцию сегодня нарисуем красивый черный френч так покрываем девчат на самом деле я понимаю что немножко нудно в плане что я взяла и покрыла просто хотелось чтобы было понятно от начала до конца хочу успеть сделать три разных варианта с нашими гирлаками с эффектом кошачьего глаза так ну например например значит можно было в принципе заранее но было бы просто непонятно да откуда взялись черные типсы итак поехали значит будем работать практически сразу со всеми возьмем палитрочку и выложу сюда все гирлаки которые мне сейчас есть давайте сделаем вот так на палитре и капельку синего цвета и капельку зеленого розового роз желтого и попробуем использовать максимальное количество давайте эту красненькую желтенькую зато это будет хорошо видно как раз таки да все цвета которые у нас тут есть так ну и кисточку какую мы будем использовать можно взять линеарную кисточку можно взять кисточку идеальный мазок номер 0 кому какой будет больше удобно можно взять любую удобную для вас ну я возьму идеальный мазочек номер 0 и линеарную кисточку всем здравствуйте всем здравствуйте девчонки пишут у нас у меня такой очень простой эфир попытаюсь замутить какой-нибудь такой рисунок так значит чтобы например не делать дизайн на весь ноготь можно например вытереть дисперсионную пленочку с поверхности либо т-классом покрыть топом безостаточной липкости так вытерла для чего для того чтобы просто приклеить что-то хотела быстро найти как обычно знаете когда не надо оно все под руками когда нужно вот уже потеряла из виды начала нервничать можно какую-нибудь полосочку можно блестящую можно просто тоненькую беленькую или черненькую черненькую не получится конечно же сольется вот золотую это я так разговариваю сама собой и при этом нахожусь в поиске какой-нибудь маленькой полосочки ну вот нашла слава богу сейчас конечно же я ее сюда приклею полосочку ну я даже вот не стала сильно озвучивать я очень трепетно отношусь шармиконом которые виде полосочек существует у нас давайте даже прям такую толстенькую взяла но я ее нашла первую поэтому с ней и будем делать так аккуратненько так секунду так это потому что перчатки на обеих руках это просто незабываемое ощущение в нашу ростовскую жару так теперь ножницы что-то сегодня какой-то такой день у меня чувствую потерях то ножницы из рук потеряла то полосочки так ну вот так и теперь давайте мы не будем да я почему разделила ноготь на две части просто хочу чтобы дизайн все-таки нарисовали только на одной половинке чтобы не на весь ноготь и так ну а теперь просто начинаем потихонечку рисовать нужно обязательно чтобы магнит был под руками потому что он нам нужно будет постоянно и постоянно нужно будет просушивать да в промежутке так я вам только что его показала и молодец успела уже опять же куда-то его что ж такое сейчас девчата это просто уникальный случай сегодняшний день конечно же к металлическому пеналу прилип и потерялся так ну и все и теперь потихонечку давайте будем рисовать так ну что с какого цвета начнем можно в принципе с любого конечно же и например вот так аккуратно организовав себе серединку будущую а в другом месте где-то еще одну серединку и тут же поднеся магнит с одной стороны с другой стороны и потихонечку начинаем просушивать так подсушили буквально пять десять секундочек и наносим еще один цвет так давайте вот так вокруг вокруг и можно тоненькой кисточкой сразу же потихонечку подбавить вот например вот тут вот синенький рядышком естественно магнит и просушиваем просушили буквально пять десять секундочек и добавляем еще и еще линий так давайте сделаем например можно капельку желтого подмешать с капельку такой гель-лак который с красненкой так и добавим давайте вот сюда вокруг обязательно подправив тонкой кисточкой аккуратненько доведем до конца близко-близко все элементы будем располагать так обязательно магнит так поблескивает красиво и заполним сейчас вот эту всю половиночку вот такими вот отдельными полосками причем цвета могут быть абсолютно разные можно как в чистом виде да так и в смешанном состоянии так продолжаем так давайте например что-нибудь зелененькое добавим как вы относитесь к зеленому цвету конечно же наверное положительно я сейчас покручу немножечко пальчик клиента и можно немножечко замутить пошире аккуратненько сюда стык в стык так магнит подсушили и продолжим дальше давайте через какое-то расстояние небольшое можно еще знаете чередовать например там тоненькие линии и линии потолще с магнитом через магнит будет такая красивая мозаик мозаика и линии конечно же можно не только по кругу как я сейчас накрутила да а можно просто их нарисовать прямо перпендикулярно параллельно друг другу и так далее но самое главное просто каждую линию подсушивать в отдельности чтобы вот эти все блики до сохранить так ну и давайте тоненько-тоненько что-нибудь для разнообразия добавим вот сюда так и давайте вот сюда и просушим магнит все блики у нас есть ну так же можно сюда опять же конечно же вдоль полосочки добавить какую-нибудь может быть там напись которая бы осовременивала любой дизайн да как мы обычно любим можно что-нибудь блестящее так сейчас прицепим какой-нибудь красивый наклеечку какую-нибудь красивую шармикончик я хотела сказать так ну давайте золотую вот сюда ну и конечно же после просушки после просушки конечно же перекроем топом да ну в нашем случае возьму ультрашайм ультраблеск а вообще это может быть конечно же любой прозрачной простите любой глянцевый топ ну матовый топ я не вижу в этом смысле например сюда наносить как бы смысл вот не будет же виден вот этот красивый блеск шиммера я это пытаюсь из флакончика достала остатки топом так перекрываем выравниваем поверхность да с элементами выравнивания ну потому что в любом случае конечно же рисунок который мы нарисовали конечно же будет иметь легкий объемчик и поэтому конечно нужно обязательно с элементами выравнивания то есть можно просто перевернуть ручку когда топом будете покрывать чтобы поверхность выровнять и просушиваем просушиваем точно так же прикольно получается делать градиент с помощью я попробовала градиент но я градиент делаю всегда как бы и на всех курсах во всех дизайнах максимальное количество я сейчас возьму капельку базы базы жидкой пока у меня предыдущий вариант сохнет возьму капельку базы кисточку для градиента и хорошенечко смочу в базу чтобы она хорошо пропиталась и хорошо перемешивала гель-лаки на поверхности так черный фон мы уже сделали предварительно да вначале так давайте сейчас вот сюда типсик прикреплю и сразу будет понятно что мы тут пытались изобразить смотрите понятно что на всех пальцах этого делать не стоит так сейчас я посмотрю здравствуйте 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 так круто здравствуйте очень классно спасибо девчонки такие пигментированные классно выглядит это один слой да на самом деле один слой то есть как бы ничего такого сверхъестественного не делала просто каждую линию которую рисуете нужно просто подсушить и поэтому за счет этого получается немножко муторно и когда сейчас я тоже сижу и делаю просушиваю каждую линию и понимаю что в эфире получается какая-то тишина и начинаю комплексовать по этому поводу так здравствуйте скажите пожалуйста а новый топ призму он без липкого слоя девчат по моему без липкого слоя я не работала еще с ним то есть не наносила вот знаете как бы классно когда сам себе нанесешь посходишь попробуешь и тогда можно рассказать это в эфире поэтому я пока этот вопрос оставлю без ответа хорошо а менеджеры которые нас смотрят я надеюсь что девочки под подключатся и подскажут ответ на этот вопрос это вы придумали так это вы придумали такой дизайн или это вы придумали ну если вы думаете что я пытаюсь если вы где-то такое видели что-то подобное и я не не думайте что я пытаюсь там присвоить какие-то авторские права абсолютно нет больше мастер-класс направлен именно на акцент показать какие новые гель-лаки вышли как бы в компании эйми и что вы можете как бы очень легко как бы ими владеть и если вы допустим купите то можно даже не просто покрывать ногти не просто работать с магнитом а еще и делать какие-то варианты такие вот дизайн а линии накрутить это много тут ума не надо абсолютно и прямые и параллельные и горизонтальные и по кругу закрутить и цветочки можно рисовать еще прикольно розочки рисуют девчонки очень много видела прямых эфиров когда розочки рисуют только опять же каждый лепесточек нужно просушить и поднести к нему поднести магнитик и просушить тогда только за счет этого получается конечно красивый эффект так prime top prime top вались вот я уже сказала да так так что надеюсь евгения если где-то вы это видели без в это скорее всего вы наверняка это видели потому что многие мастера работают с гель-лаками с эффектом кошачий глаз так хорошо спасибо окей и так значит а мы с вами продолжаем да хочу вариант вот такой какой-нибудь показать с градиентом да но тут конечно же градиент прикольная фишка вот и попробуем поднести как-нибудь по-другому магнит значит смотрите фон у нас черный с вами есть кисточку я промыла в капельке базы кисточка для градиента ну и давайте возьмем что-нибудь прикольное в плане один цвет например не хочу сильно темные но они довольно таки плотные темные получать давайте посветлее цвет возьму вот например 300 433 и конечно же возьму 436 вот так розовый и сененький давайте верхушечка у нас будет розовенькая и нижняя часть ноготочка у нас будет синенькая так сейчас подстроить под камеру пытаюсь носу засунуть под телефон это вторая часть у нас вот такая синенькая так девчат ну прежде всего сильно на кисточку давить вообще не надо вот от слова совсем-совсем нужно будет смешивать только тут нам евгений писала я голову подняла нет я первый раз вижу очень понравилось дождусь этот лак и обязательно попробую так не на самом деле очень много если например знаете вот где у нас самая такая известная программа где пинтерист да вот пинтерист мне кажется все мастера знаю допустим и там как раз можно найти допустим набираете там поисковике кошачий глаз вываливается миллион вариантов дизайнов с кошачьим глазом и она все одно так по одному одно по одному одну по одному ну то есть на самом деле они сами по себе эти горелаки конечно очень достаточно самодостаточный что-то лепить на них сверху особо я не вижу в этом нужды но вот больше для меня конечно вот чисто для меня как человека очень красиво мне нравится покрывать ноготочки на ногах вот как бы очень красиво смотрится руки то все-таки ярко вот для меня мне кажется это такой больше знаете новогодний все-таки вариант дизайна нежели допустим весна-лето вот ну опять же человек который носит черный френч 17 лет да ему бы говорить в прямом эфире какие-то там давать рекомендации поэтому на вкус и цвет товарищей нет итак аккуратненько девчат движениями кисточки сверху вниз сверху вниз я пытаюсь слегка верхний цвет как будто бы слегка опустить на нижний и можно подмешать еще границу между верхним цветом и смешанным цветом и между смешанным и нижним опять же стараюсь практически не дотрагиваться до со поверхности самого ноготочка и трогаю только вот это покрытие до гель-лаковая так аккуратненько сверху вниз и протягиваем аккуратно как будто бы знаете как будто бы натягиваем верхний цвет на нижний цвет аккуратненько аккуратненько все и получается очень красивый градиент но и плюс к этому градиенту мы конечно же сейчас поднесем магнит и я предлагаю сделать это вот так но я надеюсь что будет красиво значит мы с вами вот здесь вот в нижней части кругленькую часть поднесу так раз и уберу вверх и вот тут вот верхней части вверх видно красиво такое получается вот тут у меня кружочек сейчас мы тут вот так вот вот так вот подвинем подвинем и вот так и просушим и просушим давайте еще какой-нибудь вариант сделаем или нет давайте мы сначала этот вариант доделаем и все просушиваем кстати знаете дисперсионной пленки практически нету у кошачьего глаза я вот не покрывала ничем видите вот просто мы да с вами покрывали в начале как нашего мастер-класса то есть нету прям практически дисперсия такая знаете полу полу сухая дисперсия поэтому можно просто просушить тут же взять какую-нибудь пластину причем знаете можно как бы найти пластинку с каким-нибудь крупным шрифтом вот все что у вас есть крупным очень хорошо подойдет вот для такого фона значит ну вот например вот смотрите я я просто не буду даже называть название пластин но на самом деле я все наизусть и не помню вот но вот с крупными рисунками например вот крупные какие-то пятна и линии прикольно мне нравится когда очень крупные буквы очень крупные буквы классно смотрятся вот значит что еще вот у нас тут вариант есть пластины видите дырки например прикольно тоже или вот опять же шрифт с крупными такими буквами видите а вот значки и символы по моему то пластина называется ну вот с буквами с крупными вот с таким вот красивым текстом с дырками так можно вот какие-нибудь вензеля с веточками очень тоже прикольно так тут что опять же вот зебра например классно смотрится и и и ну конечно же он хотела красиво показать эффектно но кто-то забыл тут краску вытереть лаковые не будут показывать пальцем кто это был ну вот 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 красиво все чисто и вот вензель очки вот эти я отпечатала то есть я посмотрела все крупные рисунки очень прикольно смотрятся на самом деле но и давайте например возьмем вот я вам покажу практически нету дисперсии вот и мы сюда отпечатаем какой-нибудь крупный рисунок вот не хочется мне повторяться сейчас просто смотрю какие у меня тут есть каких нету сейчас сейчас давайте вот эти буквы отпечатаем прикольно будет смотреться черным цветом даже независимо от того что фон у нас довольно таки темный все равно будет прикольно смотреться возьму лаковую красочку от эми да так и так штампик где-то рядом иди сюда так что все есть так теперь ноготочек есть пластина есть штампик есть краска есть остается для полного счастья только найти какую-нибудь карточку например который будем убирать лишнее правильно же поехали наносим аккуратненько под углом 45 градусов распределяю краску так это лаковая краска поэтому надо будет действовать очень быстро не давить от слова совсем на штампик беру смотрю так устраивает меня в принципе устраивает но я хочу все таки чтобы более крупные были я наверное сейчас попробую сделать это еще раз буквально секундочку чтобы еще разочек хорошо тут вот скотч есть под руками сейчас я уберу и более крупные хочу хочу более крупные все таки чтобы было хорошо видно вот более крупные возьму еще разочек так ну с лаком конечно же надо работать как бы быстро да у нас просто еще и стимпосты и на уроке например стемпинг мы работаем не только лаковой краской но и импасты и с импастой конечно там можно долго провозиться она не высыхает а вот с лаковой краской конечно надо быть очень внимательно да ну вот другое дело хорошо что я поменяла вот на этот шрифт видно все буковки хорошо набрались и теперь конечно же отпечатаем это все простите что не на камеру мне не хватает расстояние чтобы а вот так вот я надеюсь вам видно да естественно высыхает на воздухе после этого мы просто перекрываем с вами топом без всяких дополнительных каких-то просушек тем более что все у нас уже высохло видите фон просто получается такой сложный на самом деле да вот картинка ну сам дизайн смотрится очень круто дорого богато ну а делается видите если будет кто-то вот еще тут нас ничего на столе бы не терял так можно было бы вообще на в 10 минут уложить весь прямой эфир просушиваем девчат просушиваем так ну и еще вариант например опять же черный фон для любителей черненьких оттенков черный фон ну и давайте просто вот можно даже знаете как бы устроить себе вариант дизайна по мокрому по мокрому так что у нас есть и можно даже было принципе не просушивать черный цвет но так как я уже просушила поэтому я вспомню о том что у меня есть слайдер топ и я например нанесу на просушенный фон гель-лак мы черный наносили в один слой ну и вторым слоем будет являться у нас с вами слайдер топ очень тоненький слой и прямо по слайдер топу не просушивая возьмем опять же вернемся к нашим гель-лаком и потихонечку порисуем абстракцию я думаю что такую размазню все когда-нибудь делали без всяких там проблем и вот например так вот прям по мокрому пусть растекается куда ему надо только чуть-чуть быстрее кто-то должен это делать не будем показывать пальцем опять же кто этот сидит и тормаживает так давайте немножко желтенького немножко опять синенького ну и конечно же вспомним что у нас есть магнит подсушим это будет у нас фон дальний план так а этот типсик мы сейчас сюда вернем подсушили ну давайте добавим еще чуть-чуть но только конечно же теперь уже будет все это будет будет лучше видно будет более на переднем плане скажем так сначала по мокрому теперь по просушенному давайте немножко добавим можно смешать какой-нибудь там синенький с розовым такой легкий какой-то фиолетовый оттенок добавим чуть-чуть конкретики да все это можно потом прорисовать не забываем подносить магнитик но немножечко так упорядок упорядочить все там блесточки до более-менее наведет них там порядок так ну и что можно добавить можно вспомнить про белый цвет что можно добавить несколько элементов белым цветом гель-лак гелевая краска импаста неважно и какие-то линии просто немножечко продублировать или разделить на отдельные части так вот аккуратненько белый цвет всегда знаете такой немножко освежает любое сочетание цветов ну вот так вот элементы абстракции будет прикольно смотреться только за счет того что все там вот как бы лежат наши гель-лаки с эффектом кошачьего глаза да и переливается за счет этого конечно же будет смотреться прикольно если блеска маловато можете добавить еще разочек до пройтись это не принципиально важно кому как больше нравится потому что знаете есть миллионы клиентов которые говорят о их знаете мне все что угодно только не цветочки только не бабочки и поэтому конечно же вход идут всякие разные абстракции и вот кошачий глаз в принципе можно как раз таки сюда и отнести но на самом деле как бы ничего тут я вам интерес больше не как бы такого нового там какой-то новой техники ничего такого не показывала но просто хотелось похвастаться краситой этих гель-лаков с эффектом кошачьего глаза и что сейчас конечно же самая популярная техника на самом деле в дизайне это конечно же стемпинг стемпинг и поэтому вот сочетание со стемпингом да с техникой а рисунки могут быть разными очень прикольно смотрится так сейчас я этот вариант покрою током положу типсики на экран чтобы можно было сделать скриншот на всякий случай но это так чтобы сохранить по гару каких-нибудь идей может быть на основе этих вариантов вы придумаете что-то свое интерес еще более интересное так это я немножечко ушла с экрана для того чтобы типсик топом перекрыть и выровнять немножечко его так просушиваю а типсы на экран и так значит сегодня девчат время быстро там сколько у нас сегодня прям практически прям полчаса поговорили так добра дорого-богато чисто по ростовски да оль на самом деле у нас как бы только просто то знаете прикрепилась к нам к ростову да это же чисто как бы чтобы блестела и выглядела дорого-богато на самом деле как бы везде хватает любителей поярче да по близко блестючий там да и так далее некоторые клиенты очень много любят стразы еще добавлять даже к однотонному покрытию это как бы пытаются стразики прилепить так и не только по ростовски согласно ли он но в ростове мы это любим любим и еще как любим и не только в ростове супер дизайн но на самом деле дизайн очень простые ничего в них такого нету просто может быть у вас где-то даже знаете как бы застоялись застоялись может быть какие-то гель-лаки но не то что старый да просто вы давно меня не пользовались может где-то на полочка вспомните где у вас стоят кошачий глаз кошачьи глаза где у вас стоят да если так вот не знаете чем говорим будет звучать со стороны очень забавно вот значит посмотрите где у вас затаились гель-лаки которыми вы не пользуетесь и попробуйте вот таким вот образом что-то сделать градиентом да на темном фоне что то просто нарисовать какими-то отдельными графическими рисунками полосочками волнушечками, пятнышками и так далее. Вот тут вот смотрите, мне очень понравилось. Сидела, придумывала просто вот пятна, прикольно смотрятся. Сейчас типсик переверну. Только покрупнее видно. Сначала полосочки просушила, потом пятнышки добавила. Тоже прикольно смотрится. Думала, вообще типсик весь с пятнышками сделать. Забавно будет. Просто варианты дизайна с кошачьими глазами, но на самом деле, если просто какие-то цветные полоски сделать, любым другим, не кошачьим глазом, гель-лаком, оно, конечно, так смотреться не будет. Здесь прикольно за счет того, что оно, конечно, блестит, переливается и на кошачий глаз называется. Вот так вот. Спасибо вам большое, девчат, за ваше внимание. Спасибо, что присоединяетесь к нашим мастер-классам. В следующий раз встречаемся, как обычно, в четверг. И я, конечно же, желаю вам побольше всяких творческих таких вдохновений и всяких творческих решений каких-то в дизайнах. Всегда, чтобы вашим клиентам было интересно с вами. Вот. Ну и побольше вам, денежных клиентов. Всем удачи, девчат. Всех целую. Обнимаю. Ваш Наташка Клюбина. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok